Дорогие мои прекрасные, удивительные гости и обожаемые, любимчики, подписчики мои! С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая, и вы находитесь на моём терапевтическом канале Любимого ТВ. Друзья, сегодня будет два варианта. Первое сердечко прозрачное, второе зелёненькое. Можете сразу выбирать. Тема «Как он переживает расставание». Сейчас, в каком он состоянии, чем он занят, каково ему вообще энергию. Сейчас мы уловим энергию. Итак, дорогие, серебряное сердечко, прозрачное сердечко. Какая энергия, что там творится у вашего мужчины, как он переносит? Разлуку, расставание, ссору. Чем он там занят, какие энергии сейчас его обволакивают, в каком он сам состоянии стрессует, радуется. Один совсем один. Смотрите, мгновенно сложилась картинка, девочки. Значит, здесь человек с удовольствием выходит на связь. Вы ему не безразличны. Однозначно. Ох, девочки, что сказать. В первую очередь, этот мужчина всецело настроен на вас, как женщину свою, любимую. Но на данный момент он видит вас то ли капризный, то ли от него отошедший. То есть вы в его голове сидите прочно. Но он, к сожалению, просто видит какие-то ваши сейчас негативные черты. Либо склонен думать, что вы обещали ему заботу, тепло, уют, любовь и ласку. А на самом деле вам нужно от него только деньги, деньги, деньги. Девочки, не знаю, видно на камеру или нет. И его сердце разбито. Вот он реально сейчас сидит с разбитым сердцем. Причём сам он очень даже не против был поругаться, повыяснять отношения. То есть он считал, что он во всём прав, и вы должны будете под него подстроиться, как мягкая и заботливая. А вы, очевидно, здесь пошли наперекор, проявили своё «я», топнули ножкой. И он, знаете, девочки, он как-то ушёл в свои дела. Причём действительно вот он тут, знаете, как отстаивал своё мнение. Отстаивал какое-то своё мужское мнение, точку зрения. В чём-то он был действительно неправ. Или, может быть, считал, что неправы вы. И, вы знаете, он как-то обиделся и считает, что вам от него только и нужно то, что не его душенька родимая, родная, а какой-то толк, прок. Что-то он вам предлагал, вы, видимо, отказали. И вот он как-то, может быть, он хотел больше от вас, девочки, чем вы ему могли дать. И он как-то разобиделся. Может быть, вы ему надежды какие-то подали. Тут ведь, опять же, непонятно, вы вместе долгое время уже пара, есть у вас интим, у вас уже действительно отношения, да? Можно уж назвать, что у вас есть отношения. Либо вы только познакомились и вот поругались. То, что чётко девочки, он занимается работой, ремеслом своим, и он отдыхает вот в этом, во всём. Сам, конечно, он шашкой не прочь помахать. И парень горячий. Давайте посмотрим, карта трёх печалей, в чём он там у него, печальное сердце. Здесь мы уже будем разбирать более подробно. Итак, что у нас сердце у этого мужчины? Что у него на сердце сейчас? Почему же он печалится? Выказали печаль. Печаль. Какой-то ты такой красавчик, печальный, рыцарь печального образа. В чём твоя печаль? Девчата, ну что, у него были хорошие перспективы, надежды какие-то на развитие. И вдруг у него, вы знаете, у него сейчас вот на сердце, и мы спрашиваем, у него реально холод на сердце. На сердце неспокойно, в чувствах у него есть, знаете, как вот сейчас дурака свалять ему хочется. Ему хочется, знаете, какой-то отрыв. Вот ему нужно оторваться. На самом деле хорошо бы просто заняться любимым хобби, чтобы просто этот стресс куда-то вылить. Вот его, он стрессует реально. Внутри у него всё прям к ходу, но он ходит, как ему нехорошо. Действительно, человек переживает внутренне, отвлекается работой, но на сердце у него, знаете, как будто бы были перспективы. Действительно, а тут раз, и вроде всё есть, и чего-то ему не хватает, и так плохо. Он засомневался, почувствовал одиноким себя. На сердце действительно холод, но с другой стороны, девочки, ситуация, что он устал. Вот он пресыщенный, он, не трогайте меня, что-то сердце моё растревожено. Этой женщиной, которая несерьёзно ко мне относится. Девочки, он вас ещё считает виноватой, баловницей. Может быть, вы знаете, как на смех его подняли. Вот может быть так, может быть, его съязвили где-то, поддели его. Может быть, действительно сказали, без пряников не заигрывай. Ага, тебе от меня только одного и надо. А вы могли сказать, а тебе от меня только одного и надо. Вот так как бы. Вы пошутили, мы посмеялись. И сейчас он садит весь в расстройстве, в растрёпанных чувствах. Вы из головы не выходите. Но он тоже как-то русалочка на дно залёг. И пествует свою грусть, печаль, своё одиночество. Как же ему там плохо. Ну вот, видимо. Если, девочки, он ещё и в отпуске, то скорее бы он вышел оттуда. Потому что, походу, ему только деятельность его утешит. Но, может быть, его утешит то, что он к вам как-то начнёт какие-то шаги делать. Вообще, что у него ещё в мыслях вообще? Строит ли он там планы какие-то, чтобы действовать вообще? Что-то, чтобы вас возвращать, возможно. Что нам покажут? Долгодум, девочки, долго будет думать. Ему хорошенько нужно впасть действительно в какую-то депрессию. Ему нужно соскучиться. Ему нужна энергия огня. Ему нужно желание. Для него сейчас как-то, знаете, вот у него всё плохо. Как он думает и в делах, и с любимой женщиной, да, с вами. Возможно, если человек не свободен, то вообще у него полный швах по всем фронтам. И там что-то не то, и с вами плохо, и во всех остальных вопросах. Но действительно, здесь прямо, знаете, у него эмоциональная утопия какая-то. Не знаю, эмоционально просто в осадок выпал мужчина. Думает, обдумывает, решает, что ему делать. Основательно присматривается, если девочки к вам. Если вы не впариваете, вы чувствуете, что он что-то там резину какую-то тянет. Вот он так и будет её тянуть. Во-первых, скорее всего, он надеялся с вами на бурную страсть интимного порядка. Кто-то, девочки, здесь действительно, может быть, отказал. Он это принял как личное оскорбление. Уж очень похоже, что мужчина здесь, знаете, как, ну, вот прям обидели, выранили. Отказ в близости или отказ в какой-то, может быть, резко что-то сказали, а он так взял и обиделся, и прям неженка какой-то, неженка себя проявил. Девочки, ну, для действий, да, действия должны быть, но ему нужно соскучиться по вам. Ему нужно к вам ещё иметь энергию мужскую, желание мужское. Если вы в друзьях только познакомились, это, скорее всего, будет какая-то деятельность, тогда ему надо что-то сделать. Может быть, вы по работе, какой-то бизнес совместный, да, тогда может появиться. Но, опять же, как бы для дел. Всё, автомат, хорошенько. Но вообще здесь, девочки, страсть к вам. Страсть и мужское желание как к женщине. Так, вам как себя вести? У вас, девочки, позиции, конечно, ого-го, все старшие арканы. Копытом не бить, девчата, прапорщика из себя в юбке делать ни в коем случае не надо. У вас идёт дьявол, маг. То есть, понимаете, вы получаете здесь как раз-таки манипулятором. Или на вас это всё хорошо свалили, а вы не такая. Но всё-таки, девочки, у вас прям тут бьёт. Вы знаете, как-то мужчину под себя можете подмять. Может быть, условия оставили, может быть, торопили события. Но здесь идёт манипуляция с вашей стороны. И по дьяволу, девочки, здесь идёт. Ну, возможно, вы хотели чего-то большего от этого мужчины. А он вам не додал. Но он же и обиделся на это. Да, что вы действительно, возможно, он подумал, что вы манипулируете в целях стащить у него добро. Его добро. Три мешка последних, последние мелочи, да? Хотели его бедного, несчастного использовать. Но самое интересное, что ведь я вас такой и показываю, девочки. Цепкой, знающей того, чего вы хотите. Надеяться можно только на себя. Мужские выносят те энергии, в принципе, на себе. Нормально так. То есть можете браться и за мужскую работу. И всё сама-сама. В общем, во всех делах вы сама молодец. Может быть, кстати, и мужчину ещё на себе тянете. Может быть так. Может быть, вы, девочки, его даже приучили к этому. Но он почему-то, видите, видит всё равно вас, девочки, нижные, ласковые, кубковые. Но не в данный момент времени. В общем, в принципе, разлуку с вами он переносит крайне тяжело. Интересно, почему всё-таки ты крайне тяжело переносишь? Ещё, ещё что ты скажешь. Почему тяжело ты переносишь? Интересно, основательность его уйдёт. Паш Пентакли, Туз Пентакли, сам Пентакли вывышал, девчонки. Знаете, может быть, вы материальную поддержку должны были ему оказать. И он на это тоже обиделся. На вашу поддержку. Девочки, ну хоть бы не Альфонс. Правда, вроде неплохой мужчина, да, выходит. Ну какой-то уж прям... Девчонки, у кого-то будет негативно, да, если вообще-то вот прям переживают. Ну вдруг уж вы сами привыкли на себе тащить весь груз. Не знаю, любой груз и отношения. Да, ещё и мужчину как-то, может быть, мало зарабатывает. Есть работа, но что-то он пытается делать, но не так у него получается. Может быть, вы выше по статусу его социально. Тут идёт какой-то выжидательный момент, выжидательный. Так бы мне хотелось, чтобы мужчина всё-таки был могучий, серьёзный. Прям мужик мужиком. Чтобы он... Понимаете, здесь двойственность выходит. Можно и так, и так прочитать расклад, смотря с какой вы стороны находитесь этой баррикады. Потому что вроде бы и чувства есть, и вот какая-то обиженка тут же в нём проявляется, и идут деньжата, денежки. Стабильность, и он выжидает. Ох, девчата, кому попался манипулятор, то есть вы можете манипулировать манипулятором. Вот так, парадокс такой, да, масло масляное. Может быть такой, может быть, вы уже почувствовали, что мужчина залез к вам на шею ножками. Может быть, знаете, как зарабатывает, да своё при себе держит. Может, действительно что-то не подарил, не захотел, не приглашает, подарков не дарит. Вот здесь тоже очень может зарабатываться, что Куркуль сидит на своих деньгах, любит это дело, да? Какая-то у него должна быть заначка обязательно для себя. Может быть, вы поругались в вопросах финансов? Вот, у кого проиграется, отпишитесь, пожалуйста. Ну что, в любом случае переносит плохо. Может быть, даже сейчас ждёт этого с пряничков каких-то, но затих, затих. Что делать на ближайшее время? Девчат, ну вы помиритесь. Вы помиритесь с этим мужчиной. Не сейчас, чуть попозже. Будете радоваться. Всё нормально у вас будет, девчонки. И жрится вам в помощь. То есть всё будет в нужное время, в нужный час. Помириться он хочет, соскучится. Будете праздновать свою встречу, своё объединение. Ещё и шампанским, и танцами, и, как говорится, и, может быть, и подарочек будет. Может быть, девочки, он... Слушайте, может, вы ему на 23-й ничего не подарили, теперь он где-то любимый подарок на скепина для бритья. Ну, шучу, конечно. Ну, вот как-то, может быть, разобиделся, что... Скажет, ну, я теперь тебе подарю, да? Праздник показывает. Праздник и радость от примирения, дорогие. Переносит. Он скучает, сердце у него болит. На самом деле ему плохо. Ну, и будем надеяться, что мужчина всё-таки самодостаточный. Не будем брать плохой вариант развития событий. Как бы, да, и вот что-то... Естественно, не все хорошие и не все плохие. Люди разные. И бывает в конкретной ситуации можно прочесть, что человек вообще какой-то искупит дом, либо ничего сам не может, только требует. А на самом деле, может быть, вот в конкретной ситуации он так себя повёл, а на самом деле ничего подобного. Мужчина и щедрый, и заботливый, да? Ну, вот просто данная ситуация. Вы бы обиделись, и он обиделся. Но, в принципе, у вас примирение идёт, и всё нормально будет. Так что этот период, как таблетка, нужна, да? Вот так первый вариантик. Первое сердечко прозрачное, кристальное сердечко. Я надеюсь, что вы подписаны, девочки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно нажимайте колокольчик. Девчонки, не нажимайте и не получайте оповещения о моих новых видео. Ну и до новых встреч. Можете посмотреть второй вариант, загадать другого человека. Девочки, зелёное сердечко. Смотрим сейчас, какие энергии, что происходит у вашего мужчины в целом. Что нам сейчас покажет, какую картинку. Первое сердечко у нас достаточно быстро собралось, практически моментально. Посмотрим, что у вас. Так. Так, ну что, ещё один пазлик остался. Один-один. Пожалуйста, всё, девочки, ваш вариант. Уже вы знаете, у нас мужчины такие сегодня идут на связь. Значит, оба переживают, ну или хотят, чтобы вы знали их позицию. Вы знаете, здесь у вас прекрасные отношения. У вас либо есть общий дом, общее снятое жильё какой-то, или ваш общий мир, прям очень серьёзный, интересный. Девочки, мужчина может находиться дома, ну, в своём доме, может быть, с родителями. Он может быть занят собой, своими делами. И он думает, какой урок вы ему преподнесли, или вообще какой он урок проходит с вами. Он чувствует, что проходит некую трансформацию. И вы знаете, девочки, вот как он переносит разлуку, расставание, да, в зависимости от того, поругались ли вы, или вы просто на расстоянии. Ну, мы склонны обычно, когда не очень хорошо, да, что он думает, как какое-то длительное молчание или что-то. Вообще он занимается не просто своими делами, но он решает несколько дел. И на самом деле он пытается выяснить, прояснить для себя самого, что вы, значит, на самом деле для него значимое. Вот если мы так повернём, то вы выйдете для него на первое место, и он о вас скучает. Он всё время спрашивает, вот туда возвращается, назад, и спрашивает, как же я оказался в плену у этой женщины. Вы оказываете на него давление, девочки? Вы такого, вы, точнее, вы этого мужчины можете элементарно посадить под свой каблук. И вот как ему там будет, каково ему там будет, возможно, он бы с удовольствием туда пошёл, и, возможно, ему было бы просто даже легче. А так как-то получается, что, вы знаете, ему даже ничего не надо было выяснять, ничего не надо было бы решать. Может быть, он сам бы рад, а вам, возможно, и не нужен был бы тот, кто постоянно вас будет слушаться и находиться под каблуком. Хотя, в принципе, сейчас, знаете, как мужчины очень известны и говорят, что они с удовольствием это делают. Но это те мужчины, которые сильны физически, морально, духовно, действительно зарабатывают деньги, и в семье они шоковые, ласковые такие котята, как бы, да? Ну, в общем, во всяком случае, на публику говорят, что женщина умеет ими умело управлять, и они с удовольствием повинуются ей, да? То есть, девочки, у вас есть сила, женская сила, вы можете сглашивать острые углы, но, очевидно, вы тоже иногда, знаете, перегибаете палку. И он, может быть, он вспоминает в те времена, когда вы были ласковой и нежной, и пушистой. И когда он, возможно, знаете, как не задумывался вообще, какую роль. Он просто вот есть в его жизни и есть, а сейчас у него, знаете, какие-то переходные моменты, что ему очень тяжело, с одной стороны, от этого, от вашей силы, от зависимости от вас, от некой, да? Потому что вы действительно можете им управлять. Девочки, даже если вы сейчас слушаете, поругались, допустим, да? Как он там, что он там без вас? А он делает вид, что он просто ушёл, даже может заблокировать, да? Но это от того, что он загораживается, и он очень, в принципе, этого состояния побаивается. Знаете, вот он как энергозависим от вас. Ну, хорошо, давайте дальше посмотрим, что он сейчас думает ещё. Сейчас мы картинку развернём. Что у нас женщины такие деспотичные, что там мужчины прям, не знаю, ну, воздушные такие, лёгкие, да? Ну, нет, конечно. Так просто получается, что... Надо разобрать сейчас, да, что у него там о мыслях. Девочки, ну, вы для него кармический человек. Не знаю, говорил он об этом вам или нет, но у кого-то может даже так проиграться, что он говорил, что я тебя сто лет знаю, как будто бы знаю тебя тысячу лет, как мне хорошо с тобой. Он наполнен с вами, он просто может немножко переполнить себя, да, и решать много проблем и устать в конечном итоге. Но вы ему силы даёте. Кстати, этот мужчина может вам помогать, девочки. Он не против, возможно, он может заботиться и даже предлагал свою помощь каким-то образом. Может быть, вы неосторожным словом или где-то как будто произошёл перегиб, вы поругались или вы отдалились. И вы даже понимаете, да, что этот мужчина для вас мог делать дела, горы сворачивать на самом деле. Он очень деятельный, он очень деятельный и он очень заботливый. И он с вами чувствует, вообще должен чувствовать связь. Во всяком случае, мне показывают, что вы кармические партнёры. Девочки, а что у него в чувствах, что на сердце сейчас? Как он переносит разлуку, что у него сейчас ещё по части сердечной? Есть ли сердечная смута, что там у него? Ой, девочки, здесь, знаете как, вот здесь настолько хорошо может быть с вами, этому человеку, настолько он к вам как-то привык, девочки, он привык к вам очень сильно. И на сердце у него карта дьявола вышла. От любви до ненависти, девчонки. Здесь и созависимость может быть, и очень сильные чувства, и страсть также очень сильная. Паш тут у него жезлов пиликает на скрипке. Различные мелодии в сердце. В сердце, это, знаете, как и бабочки в животе у него витают. Возможно, вы, знаете, просто разъехались на расстоянии, да, может быть, отпуск, командировка, но вы не вместе. Разные города, бабочки в животе, девочки, переносят разлуку с мыслью о вас. У него, так сказать, животная страсть. Девчонки, одно в животе бабочки, да, и страсть. Вот тебе и животная страсть. Тем более, по дьяволу всё может очень усиливаться в разы, в разы. Может быть, вы просто, знаете, перерыв взяли. Может быть, у вас такие отношения, как на вулкане, вот такое вот что-то. Но он к вам очень привязан, девчата. Привязан. Давайте вот вы. Может быть, что делать вам? Ещё потом действия посмотрим, как… Сейчас немножко хочу перевернуть последовательность, да, сейчас вас хочу посмотреть. Девочки, вы ждёте его, вы ждёте примирения, вы ждёте… Уже и забыли обиду на самом деле. В принципе, и вы не можете плести Путину, то есть вы не эксцентричные, вы не манипулятор в этих отношениях, вы не можете делать специально что-то, чтобы было человеку плохо. Что-то вы сделали неосознанно, если, допустим, вы его обидели, если вы поругались. Достаточно искренне и честно. То есть у вас есть желание помириться, всё забыть, всё простить. Хотя ещё… Ну вот здесь есть такой, знаете, маленький звоночек, но всё-таки второе миражение, знаете, оно смягчает. Вот, на мой взгляд, оно смягчает ситуацию. Даже хорошо ведь проигрывается… Ну, мы можем… Может быть, вы злитесь, да, на человека и говорите, как он там без меня сейчас, ему плохо. Это вот сейчас не эти варианты. Дождитесь либо другого видео, да, если у вас не проигрывает девочки, всё плохо-плохо-плохо, прям очень сильно. Здесь как-то… Здесь ситуация нахождения компромисса. Здесь, знаете, здесь может найти коса на камень, и вовремя просто кто-то не остановился. Всегда же должен быть кто-то умнее, да, в ссоре. А здесь идёт, что просто произошло какое-то противостояние, и никто никому не уступил. Это если была у вас ссора. Если у вас просто расставание, или вы ещё по интернету где-то общаетесь, да, вы ждёте этой встречи. Вы ждёте, вы желаете прям в объятия вашего мужчины упасть. Знаете, с его стороны, будет ли он там мириться, или что сделаю ещё отдельно по поводу примирения видео. Ну, сейчас спросим вот в рамках. Такие энергии, что покажут, что он… Будет ли он что-то делать. Ой, девочки, а вы так ровненько у него вышли, и вы выходите императрицей. И тройка кубков. Девочки, он хочет помириться, он вас видит прекрасной девушкой. Ну, то есть кубковые, девчонки, что здесь говорить? Вы сами многие знаете характеристику, но самое интересное, что вы даёте ещё. Вы знаете, вы настолько изобильны, да, что вы не просто королева, вы двойная, вы ещё императрица. Императрица вообще все стихи всех женщин себя всё в себя вмещает. Это императрица, это глава. То есть, девчонки, вы знаете, здесь у вас так же вы… Он хочет с вами встретиться, либо помириться, смотря что. Вы будете, вы так же радоваться, девочки. Но на самом деле, вот посмотрите первый вариант. В принципе, знаете, здесь надо смотреть один. Одно другое дополняет каким-то образом. Вот так у нас сегодня энергии сплелись. Разные ситуации, но у вас как-то здесь очень много сводных знаменателей таких, да, очень много общих моментов. Проигрыш идёт, когда вы набираете свою силу, и мужчина просто… Ну, здесь вот реально без ума от вас. То есть, ну, у вас есть всё, что ему нужно. Вы знаете, здесь даже у кого-то проиграет желание и возможность составить пару семью с рождением детей. Вот так. Ваш вариант таков. Что-то ещё хотела посмотреть для вас. Давайте так, вот ещё совет, рекомендации. Что вам делать или просто что покажут? Девочки, красивые позиции, прекрасные. Резюме. Двоечки идут, двоечки девочки. Ну и королева кубков. Девчата, да, проигрывается. Вы очень гармоничная девушка. Есть какие-то сомнения в желаниях. Вы просто смотрите на всё сверху, как мудрая женщина, на какую-то возню, которые происходят, в принципе. И в любом случае… Ну, тут надо понять, да, что в голове, в мыслях надо уравновесить что-то. И в страсти, в желаниях тоже нужно понять. Вам нужен баланс и гармония. Вот это ваше всё, девочки. Тогда вы со многим справитесь. И с эмоциями, со своими, да, и со страстями, как говорится. И с этим мужчиной наладите компромисс, консенсус и, в конце концов, свою личную жизнь. Как уж там, высшие силы дадут. Ну и сами не плашайте. Дорогие, подписывайтесь, пожалуйста, кто не подписался. Обязательно звените в колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео для вас. Давайте обратную связь, пожалуйста, в комментариях. Всех тех, с кем мы на одной волне обнимаю. Дорогие, с вами была Татьяна Любимова, природная ведьма. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»